В настоящее время в России насчитывается около 2 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим проблема вопроса о воспитании подрастающего поколения и отношении к людям с ограниченными возможностями очень актуальна. С 20 июня по 3 июля в Электрогорске был проведен открытый городской конкурс детского рисунка «Дружба без границ», инициатором которого стали депутат Совета депутатов Ольга Дорофеева, отдел развития отрасли социальной сферы и администрация в лице главы. Основными задачами данного конкурса была воспитательная работа с подрастающим поколением, формирование позитивного отношения наших детей к особенным детишкам, у тех, которые отличаются от наших с вами детей. Воспитание уважения, толерантного отношения к таким детям. В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций нашего города, учреждения дополнительного образования и все желающие неравнодушные детишки нашего города. Тема для рисунка оказалась непростой, а заставила задуматься о смысле достаточно взрослого вопроса. Все предоставленные на конкурс рисунки раскрывают доброту детских сердец, показывают их широкое яркое восприятие мира, восхищают своей искренностью, порой недетским пониманием проблем из мира взрослых людей. Конкурс «Дружба без границ» показал, что дети открыты для общения со своими сверстниками, независимо от их социального положения, физического здоровья и национальной принадлежности. Каждый человек рождается со своим особенным талантом. Он похож на огонь внутри алмаза. Но для того, чтобы этот огонь увидеть, этот алмаз нужно огранить. И те добрые дела, которые делают волонтеры, они помогают огранить этот алмаз в прекрасный бриллиант. Мы провели этот конкурс специально для того, чтобы еще одна грань засияла, чтобы свет ваших сердец был виден всем людям городом и, может быть, дальше. Поэтому я очень рада, что это состоялось. И хотелось бы наградить тех детей, которые стали победителем конкурса и через лунки были принесены на футболки. Работы ребят, ставшие победителями, использовались как макеты для печати на футболках, памятных подарков от главы города, которые были вручены на закрытие года волонтера в Доме культуры.